меня зовут ким владимир петрович я родился и вырос в узбекистане в ташкете и всю свою сознательную жизнь провел в этом замечательном городе за спиной у меня высшее образование литературное я трудился в течение тридцати трех лет сначала в литературном институте затем медицинском колледже и в 55 лет вышел на пенсию 2011 году я получил визу в корею и приехал в эту страну что меня побудило в первую очередь это было любопытство желанию увидеть узнать какова она родина моих отцов и мне действительно было очень интересно это увидеть 1911 году в марте месяце я вышел на пенсию и был уже в это время в аэропорту инчоном кореи да еще была одна причина чтобы я приехал в корею 2010 году в ташкенте я помог одному хангук из южной кореи открыть учебный центр я ему помог сделать все ну составить расписание подобрать преподавателей мы обучались английскому корейскому русскому узбекскому языка компьютерной грамотности то есть работа у нас была налажена и шла очень хорошо затем его срочно вызвали в корее и он мне сказал и оставил номер телефон и слышу по приезду в корее он мне обязательно устроит чтобы я работал преподавателем и обучал хангуков то есть корейцев русскому языку на мой вопрос ведь я же не знаю местного корейского языка это не так важно это не так страшно у вас будут ученики уже подготовленные то есть знание у них будут базовый русского языка не конечно очень обрадовался и это было еще причине чтобы посетить корею набрав полные чемоданы всякой учебной методической литературы своих конспектов я приехал в корею вы знаете было странно большое удивление того что меня никто не встречает вернее меня на мой звонок который я сделал никто ничего не отвечает я несколько раз позвонил и потом спросил у хангуку почему этот номер телефона не отвечать показал я понял у его удивленное лицо помню сказал что таких телефонов вообще нет с такими количеством цифр это было шок для меня конечно это был шок на худой конец у меня как раз был номер телефона родственников моей жены которые трутились на заводе по изготовлению металлоконструкции где-то под чонжу в маленьком поселке таксан созвонившись с ними они мне объяснили как можно до них доехать я где-то в течение двух с половиной трех часов был уже у них передо мной стоял выбор развернуться уехать назад домой в ташьян и пойти опять в институт зарплаты 100 долларов или устроиться на завод металлоконструкции который абсолютно мне неизвестен это все настолько новое для меня но получать зарплату в две тысячи долларов я выбрал естественно второе и на следующий день вышел на работу на завод сказать что мне было тяжело это значит ничего не сказать конечно же получить тяжело может может я такие огромные станки гильотины которые рубят металлическую арматуре видел впервые в жизни может быть когда-нибудь даже по телевизору иногда приходилось это видеть болели все болела спина болели руки но это с непривычки было желание уехать все бросит но этого не смог и не хотел этого дела прошло три месяца и уже полностью освоил эту работу не стало легко вот главная работа то мне нисколько не прибавила знания корейского языка потому что все на заводе было слишком шумно и мы все разговаривали у всех были ушах эти беруши кимяки как говорят хангуки и мы ничего не слышали и нам чисто жестами любезти они что делать вот язык жестов я выучил конкретно хорошо через полгода приехала моя супруга она приехала в город чана завод на которой она приехал и мой завод у нас не было семейных комнат в общежитии поэтому это полгода мы жили в разных городах изредка встречать конечно было тяжело и в апреле 2012 года мы решили переехать в город кванчжо по просьбе и по настоянию нашей племянницы кванчжо нам очень понравилось потому что было это компактное проживание русскоязычных корейцев курилина здесь у нас свой корейский центр свои магазины и кафешки то есть постепенно у нас развивается инфраструктура соцкульбы так и говорили раньше то есть появились интересные магазины коровки то есть можно было покушать отдохнуть именно питаясь той пищей которая была на родине то есть иначе говоря заглушить приступ ностальгии этим самым здесь в этом городе мы устроились на разном на разные заводы я пошел на завод автомобиль не было очень тяжело конечно там приходилось поднимать тяжести но еще со временем как-то все наложилось но вдруг где-то через семь или восемь месяцев мне нежелательно открылась кишечное кровотечение мы обратились в врачом и врач как улыбаясь сказал вы знаете у вас рак но ничего это не так страшно мы вам сделаем операцию удалим вот эту опухоль и все будет хорошо подготовка шла очень медленно операции поэтому у меня появилось очень много свободного времени я попросил чтобы мне принесли общую тетрадь и стал записывать туда свои стихи понимаете я по натуре романтик я пишу о любви и дружбе о природе о добре и зле о патриотизме о родине через призму любви через призму чувств может быть поэтому все мои стихи ну не то что отличаются они какие-то немного другие какие-то одухотворенные что ли в них я стараюсь вдохнуть именно чувства чувства которые идут от самого сердца не от разума а именно от сердца после того как операция прошла очень успешно мне было запрещено в течение года работать а поднимать тяжести сказали вообще нельзя поэтому работа на заводах на стройплощадках и еще где-то было конкретно закрыто для меня и четыре года назад я пришел в один самушель который только открылся фактически можно сказать что вместе с хан гуком с хозяином этого самушеля чон дон су мы открыли он был именно связан с работой в садах корее мы занимались выращиванием и сбором фруктов это было хурма груши это были яблоки то есть во первых это была работа на свежем воздухе не надо поднимать тяжести то есть работа была не тяжелая и мне она очень понравилась вот уже детей 4 лет я работаю здесь еще через полгода приехала к нам моя дочь вместе со своей семьей из самары еще через год приехал сын то есть вся семья моя полностью была в сборе стало легко спокойно на душе но вот тогда я стал подумывать о написании сборника стихотворения к нам в хванжу приехала замечательная женщина профессор с великолепным знанием русского языка она закончила аспирантуру в московском государственном университете это профессор университета кимен ким чон макле вот она мне сподвинула на то чтобы я написал сборник она прочитала мои стихи и это очень понравилось она была вдохновителем она была организатором и она была переводчика моих стихотворений так появился первый сборник 2017 году второй сборник появился чуть позже но я бы хотел сказать несколько о другом понимаете жизнь складывается в корее очень по-разному у некоторых некоторым тяжело некоторые не выдерживают и уезжают и не столько физически сколько морально у меня не со всеми хангуками складывались нормальные отношения но я к этому относусь вы знаете философски люди разные бывают лучших хороших должно быть больше и лучше и когда мне иногда говорят на вопрос кто ты по национальности я говорю я кореин хотя многие-многие хангук и говорят о вы такой же как мы вы же тоже хангук но если такие которые говорят а вигук саран вигук . гастробайтер иностранец в одном из своих стихотворений написал такое я не хочу обидное вигук не слышать и не знать такого слова ведь я корей и я хангук по духу совести и особо волнение жизнь моих детей на исторической родине мои внуки ходят в хангукскую школу вовляют на хангукском языке дети учат корейский язык учат законы культуру обычай исторической родины понимаете мне единственное хочется чтобы в этой стране чтобы эта страна к нам повернулась не только не не в смысле не совсем правильно скажу что появилось лицо протянула руку так же как тянемся всей душой мы к ней ведь смотрите германии в турции в израиль всем своим соотечественникам дают вид на жительство все социальные гарантии и они получают гражданство не понимаю корей слишком хрохотная страна на которой живут 50 миллионов людей может быть и тяжело от наплыва конечно но нам очень хотелось чтобы эта страна чтобы мы в этой стране почувствовали частицу ее что мы часть кореи часть этой родины не уверен что когда-нибудь мы займем свою нишу в этой стране и все будет хорошо